Всем привет! Девчонки спрашивали, сушишь ли ты одеяло и подушки в сушильной машине. У меня подушку, вот я сейчас только что сушила, это Икея. И, не хочу сейчас фокусироваться, в общем, здесь написано, что можно и стирать при 60 градусах, и вот видите, можно ее сушить, поэтому очень удобно, только что постирала подушку, посушила. Наши подушки, которые идут с Василька, я не сушу в сушильной, ни разу не сушила, не знаю, поэтому я их стираю и сушу на улице. А вот эти, вот такие, уже не первый раз, можно сушить, причем они такие хорошие, можно сушки сушить, также и одеяло. Не знаю, на каком именно можно режиме сушить, но я почему-то сушила на режиме шерсть. Вот, отлично, очень быстро высушилась, вся сухая, внутри сухая, поэтому на вот этом режиме. А вообще все постельное сушу на постельном режиме, вот, а подушку почему-то побоялась. Я тут намывала полы, пооткрывала все окна, видите, у нас такой вот ветер, и открыла все окна, чтобы все это проветрилось. Я не знаю вообще, что происходит, но мы, в общем, по кругу болеем, поэтому сейчас закрою, тут уже хорошо дом прям проветрился. Ой, аж холодно. Вот, опять все по кругу, опять сопли, не знаю, что происходит, что мы болеем. И еще хочу постирать вот этот вот чехол, потому что очень грязный, на этой подушке все валяются. В общем, надо будет тоже снять и на каком-то деликатном, наверное, режиме постирать, потому что очень грязно. И, кстати, видите, такое углубление? Эта мышка в последнее время начала вот здесь вот залазить сюда, в это кресло, и тоже в нем спит. Хотя у нее стоит коробуш, это я все подоставала, чтобы перемыть полы. Вы просили показывать закупку продуктов. Я решила в этом влоге вам все показать. Мы съездили, это мы купили не на неделю, я думаю, это купили намного дольше. Но я решила, чтобы самой уже не ездить, не таскать сумки, уже пока Богдан дома, решили заехать, закупиться, чтобы и все сложу, чтобы было, ну, всего побольше. В общем, чтобы по чуть-чуть не ездить, не покупать. Взяла сахар, сахар. Сейчас цена 53,90. Это получается 1,3 кг и 1,5 кг сахара. Дальше взяла вот такую вот муку, беру урожай, она мне очень нравится, пеку с нее все. Так, дальше я взяла творог 5% вот такой крымский молочник, 4 пачки. Сделаю сырники с 2 пачек, 2 пачки кидаю в морозилку, и я знаю, что у меня всегда есть. Очень удобно, чтобы никуда не бежать. Единственное, что, знаете, что, забыла купить слоеное тесто. Вот не записала, забыла. Кефир 2 пачки взяла, сметану взяла. Кефир тоже, кстати, можно замораживать, но он потом в заморозке такой, ну, не как кефир, больше как творог. Вот, но это на оладушки, что-то, может быть, кекс буду печь. Дальше соль закончилась. Вот такую вот берем овсянку, мне она нравится больше всего. Ну, точнее, как мне, я овсянку не ем, едят дети. Вот это вот хорошее взяла пачку. Нам ее хватит на очень долго, потому что едим очень редко. Взяла молоко в вкусноте, я ее 2 пачки, потому что сейчас дети начали есть кашу, начали есть, ну, там лето делаю, поэтому 2 пачки взяла, тоже нам на это надолго хватит. Дальше взяла 2 сардины, одну такую, одну такую ни разу не брала, другого ничего не было. Яйцо, майонез, все перемешали с зеленым луком, получается очень вкусно. Масло 2 взяла, хотела взять 2-х литровую, но получается выгоднее покупать поштучно, чем брать 2-х литровую. 2-х литровую получается дороже. Уксус закончился взяла, сливки взяли такие, белорусских не было, белорусские больше нравятся. Так, и по макаронам закончилась паутинка, сейчас пересыплю. Вот больше всего мне нравится ролл-то, но не было, только были спиральки, взяла какие-то вот такие вот, не знаю, раньше никогда не брали. И вот такую лапшу для супа. Делаю суп, мне очень нравится, девчонки писали, что для второго тоже отлично подходит, если честно не пробовала, не знаю. Закончилось, все закончилось. Пшеничку взяла вот такую вот в пакетиках, дальше взяла чай Greenfield в пакетиках, потому что закончится, такой обычно у меня есть. Дальше кофе-эгоист взяли, также закончился кетчуп, майонез, яйца, ну это на сейчас. Так, и взяла курицу, взяла окорочка, взяла, что это, филе и взяла ведро без кости. Сейчас тоже это все расформирую, очень вкусно с филе, это рубленые котлетки дети едят, можно с картошкой потушить, можно отбивные, в общем, просто все это дело расформирую по пакетам, чтобы удобно было в морозилке, чтобы не бегать. Так, взяли вот такой вот камамбер, Димчик попросил, он очень любит плавленый, поэтому сделаем. И взяли бекон, вот такой вот, почему-то видите, он одинаковый. Смотрите, какой этот красивый и какой вот этот вот некрасивый, что-то мы не посмотрели. Вот, бекон один идет на яичницу, на омлет, а второй кидаю в морозилку, опять же, например, мы, если мы израсходовали половину, я вторую половину тоже прячу в морозилку, и там через неделю, там на выходных, или когда, в общем, размораживается, сразу прям можете мороженым на сковородку кидать, и отлично. Тоже удобно, когда в морозилке. Так, и что еще мы взяли? А, мы взяли бурячок, я сейчас его почищу, наверное, сейчас достану свою мясорубку и все это перекручу, буряк, морковка и лук. Морковку, не знаю, может быть, тоже потру, а может быть, сейчас с луком все это дело обжарю, в общем, не знаю, посмотрим. Взяла два апельсина, яблоки уже открыли, уже дети едят, и взяли кока-колу. В общем, вот такая вот небольшая, у нас точнее большая закупка, вот сейчас все это дело буду расставлять. Мы, бывает, закупаемся вот так вот много, бывает по чуть-чуть, по-разному, поэтому просили, я вам показываю. Так, бурячок я помыла, здесь у меня 4 штучки, я сейчас запеку в микроволновке где-то 10 минут на максимальную мощность, ну, у меня просто нет никакой мощности, поэтому я ставлю, как обычно, у нас идет микроволновка, как мы разогреваем, прямо в таких пакетах без воды, главное, подставляйте какую-то тарелочку, чтобы когда, ну, никакой воды у вас не выливалось оттуда. Вот, и потом сделаю просто салат с чесночком, давно уже такой не ели, 10 минут, ну, по готовности, смотрите, может быть, придется чуть больше, там, 12. Вот, я сделала салатик, здесь свекла, сметана и немножко чесночка, делала совсем чуть-чуть, чтобы буквально там на раз покушать, и все, 10 минут, но у меня, вы видели, свекла была такая, знаете, маленькая, небольшая, поэтому 10 минут было достаточно, мне очень нравится, потом почистила, главное, хорошо помыть, и все. Подожди, 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 да, попробуй. Так, ну, что у меня в итоге получилось, у меня получился вот бурячок, я заморозила просто тут раз, два, на четыре борща у меня будет по пакетам, не стала я брать пакеты, зип-пакеты, хотя с них очень удобно потом доставать, я решила сделать просто одноразовые и потом их выбросить. Заморозила просто морковку, тоже порционно, на всякий случай, я не знаю, может быть, понадобится мне, не понадобится, на всякий случай. Тут у меня морковка по-корейски будет, я уже сделала вот такую вот заправку, сейчас это все дело заправлю, здесь всего полкило, потому что у меня больше не осталось, и здесь у меня уже остывает зажарка. Лук-морковка, немножко как бы поджарила, но больше я его протомила, видите, в таком казане, он никак на сковородке тушится, тут свет горит, он такой больше, все это дело сейчас остынет, и я потом все распределю тоже по пакетам, вот, в общем, вот так вот у меня получилось. Вышли на террасу немножко поубирать, Димчик мой помощник, помогает, да, сейчас будем заметать все, чтобы по-хорошему полы помыть, но сегодня не будем, ой, Дима, все аккуратно. Помощник, хорошо все, у нас все поставили наверх, все помощница, да, Сань? Что, Аня? Сейчас я ей машинку дам, будете кататься. Сейчас машина грязная. Тут начинается масленица, но мне блин, линов абсолютно не хочется, поэтому я решила приготовить сырнички, сразу вот так вот их сделала и на сковородку. Делаю всегда на такой досточке, чтобы потом была чистая столешница, сразу раз, потом досточку помыть, я ее даже в посудомойке мою, и отлично. И тут замесила тесто на рубленые котлетки, очень любим рубленые котлетки, многие и добавляют и лук туда, и зелень, и сыр тертый. В общем, короче, я делаю без этого всего, потому что у меня дети едят, если что-то новое добавлю, они есть не будут. Поэтому вот так вот. И здесь у меня еще бекон, я, наверное, сделаю вот такие куриные рулетики в беконе, посмотрим. В общем, сейчас буду жарить сырнички. Так, вот такие сырнички получились. Пока я их жарила, девчонки, жарю, делаю на обычной муке. Попробовала с рисовой мукой, не понравилось, поэтому больше экспериментировать не буду. Вот так вот для меня идеально. Вот, поэтому сейчас они у меня здесь остывают. И пока у меня жарились сырнички, я накрутила вот такие вот рулетики куриное филе, бекон. Я думаю, вы знаете этот рецепт, уже видели. Внутрь еще кладется творожный сыр, у меня, к сожалению, не было. Поэтому я просто закрутила вот такие вот маленькие, вот такая есть небольшая форма, в духовочку. Наверное, на полчаса, не знаю, посмотрим, потом вам скажу. Вот, сейчас в духовку, сейчас разогрей духовку и закину. Пока у меня будет это все готовиться, как раз у меня настоялись мои рубленные котлетки. И приготовлю рубленные котлетки. И, кстати, хотела вам сказать, помните, я пересыпала, у меня есть такая икеевская бутылочка для масла. Вы знаете, больше не хочу так пересыпать, конечно, переливая, точнее, смотрится красиво. Но вот ее мыть очень неудобно, хоть и мою в посудомойке, поэтому просто вот так вот масло наливаю, с этой бутылки в бутылку выкинула и забыла. Все, ладно, сейчас буду жарить котлетки. Так, и рулетики на 30 минут. Я сначала закрыла фольгой. Смотрите, сколько они, сока много. Только-только достала, видите, какие они горячие. Специально не стала сильно зажаривать. Вот, будем пробовать, потом вам расскажу, как понравились. Котлетки сделала, сырнички уже показывала. Еще сварила картошку, просто дольками с маслом. Чуть-чуть масла добавила, без молока не буду делать пюрешку, просто будет дольками. Я еще достала свои помидорчики, которые закрывала. В общем, будем, дети сейчас будут кушать, мы чуть-чуть попозже поедим. Да, Соня? Приятного аппетита! Давай. И это голодающее. Ты тоже кушать хочешь? И тебя покормлю, и тебя. Пошли, пошли. И тебя покормлю. Что ты нашла? Божью коровку? Да. Как она у нас оказалась дома, ты не знаешь? Ой! Ой! Ой, где она? Она летала. Летала. И к нам залетела домой божья коровка? Да. Да. Ой, плачешь. Я сегодня перебирала вещи. Вы спрашиваете, куда я одеваю вещи? На пальчик. На пальчик. Да, на пальчик. Вот эта пижамка. Она меня любит. Любит, конечно. Пижамка вот Димчика. Вещи, которые может носить Сонька, я оставляю дома. Футболочки разные, кофточки, пижамки. Вот от Димчика я оставляю Соньке. А все остальное я раздаю, просто пишу там людям. И люди приходят, забирают. Поэтому вещи у нас всегда находят свое применение. Вот такая вот пижамка на Сонечке. Соня, покажи свою пижамку. Тебе нравится? Какого-то нет. Ты сказала, что нравится. Муська, ты как себя чувствуешь? Сонь, Димка. Нормально? Нормально. Нормально, мой зайчик. Приболел тоже мальчик наш немножко. Пакет вещей, которые Димчика. Шорты разные, футболки, спортивные, курточка. То, что уже его маленькое, то, что Сонька носить не будет. Я, видите, все в пакет сложила. И все отдаем. А то, что можно, уже носит Сонька. А тут оставила Сонечку пижамки. Такие футболочки более нейтральные. Всякие свитерочки. Джинсы, не знаю, оставила. Будет носить, не будет. Очень много таких свитерочков. Тоже вот пижамка, жилетка Димчика. Все сложила в такую коробку икею. Ой. И вот они стоят, ждут своего часа для Сонечка.